Готовлюсь на оригинский турнир. Подготовка проходит очень хорошо. Я думаю, лучше, чем когда-либо готов. На ковре так чувствую хорошо, а там не знаю, как я буду чувствовать себя. Но пока что, альхамдуллах, все хорошо проходит. Конечно, у каждого спортсмена – это попасть на Олимпиаду, играть на Олимпиаду. И меня тоже это мотивирует. Пока что. Пока что есть шансы, возможность есть. Будем стараться попасть на Олимпиаду. А так, на тренировке прохожу чисто возиться. Больше люблю возиться, бороться. Конечно, не хочется с ними встречаться, но это спорт. Там приходится и встречается на ковре. Приходится настаиваться, но все равно с другими лучше бывает. И с ними тренируемся как братья вместе воин. Поэтому такой борьбы не получается им поставить, как с другими. Да. Самая тяжелая схватка? Я даже не знаю. Наверное, это европейские игры, наверное, в финал. Вон там я сильно устал. Не знаю, это мишка. Сильно устал там, я не знаю больше. Может, из-за того, что защищаться нашего. И что-то состояние было не такое, непонятно. Там очень сильно устал. Я разговаривал даже не мог после схватки. Интервью давал там, я даже не знаю, что я там говорил. А так, Курбаналюками самый неудобный борец. Неудобный борец он, а так, самая тяжелая схватка с мишкой была. Я так думаю. Готовимся на Яригинский турнир. Уже второй этап сбора. Первый сбор прошли в Адлере. Теперь заключительный сбор. Тут у нас в Махачкале. Новая база. Условия хорошие. Все довольны. Все проходит по плану. Сегодня контрольная схватка заключительная. Выглядит очень неплохо. Неплохо выглядит. Еще 5-6 дней остались на стартапе. Он все выполняет. Он все, что говоришь, внимательно слушает. Легко с ним работать. Он такой исполнительный такой. Бывает, что утром тяжело встает. Приходится разбудить или поднять его. Зал зайдет. Больше всех Паша трудится, работает. Вот это качество есть у него хорошее. Ход аккуратно на чемпион мира. Первый день, когда он ко мне пришел. В то время, когда еще он никем не был. Как Пахал тогда. Сейчас тоже Паша так же. Нет такого, что он чемпион мира. Где-то надо забавлять. Как-то даже не чувствуется, как в человеческом качестве такой же остался. Не поменялся человек. Он начинает придумывать причины. Я говорю, живу в Ленинкенте, далеко ехать, пробки. Я говорю, Асул, это не рассказывай мне, говорю. Я помню, говорю, с третьего этажа спускаться на первый этаж, в училище там в Саврополь. Тоже ты опаздывал, поэтому давай не будем, говорю. Вот этот момент минус есть. У всех бывают плюсы и минусы. Но это как бы не страшно. Главное, он в зал заходит, полностью выкладывается на максимум, себя не жалея. Вот это главный момент. И никогда не пропустить тренировки. Поэтому, думаю, это ничего страшного. То, что он минут пять опаздывает. Вроде идет борьба. Не знаю, посмотрим там на соревнования. Даже лучше, чем на 70, можно сказать, чувствую я в этом весе. Потому что на 70 гонял и день борьбы, взвешивания. И иногда не восстанавливался на 70. А 74 ты гонять ничего не надо. Своей 74-75 килограмм. Иногда 76 боя. Но это два килограмма, это ерунда. Так, во время разбинки можно скинуть. Но чувствую себя очень хорошо на этом весе. Я думаю, пока что нормально идет. Все по плану. Не, это как бы, когда ты весь гоняешь, это чуть силы тоже теряешь, мне кажется. На 70 гоняю, я там по-другому чувствую. Физику чувствую. Можно сказать, физика уходит чуть. На 70 гоняю, я там что-то другое, другое состояние было. На 74 что-то мощнее состояние было. Тоже самое, те ребята, которые гоняют. Тем более, день борьбы, взвешивания. Они тоже чувствуют. И функционал потеряю. И, ну, все равно по чуть-чуть что-то теряю. Ну, я так думаю, по себе так чувствую. Когда на 70 гоняю, я сам терял. И терял, да, вот это же силу, выносливость. Выносливость не особо, но без силы, я думаю, я терял. Ну, это был 2011 год. Я из КФУ стал Харим. Мы поехали на сборы в Визберинг. И я там набрал. 74 с половиной было там на сборах. Я тогда в 64 боролся. И Анура Адулач, они мне говорили по борису на 74. У тебя весь поднялся. Я говорю, нет, последний год у меня тогда последний год по молодежи было. 2011 на России. Я говорю, я все так и сгоняю, говорю. Но я тогда не умел гонять. Я по-своему гонял, да. И сейчас-то многие надеют усилий садятся. А я тогда по-своему гонял и чуть неправильно сгонял весь. И очень устал. И даже на ковре не потянул, можно сказать. 8-8,5 по-моему, я сгонял там. За неделю, по-моему, я сгонял. Ну, обычно я вот так начинаю прийти. Сейчас тоже, когда 6 килограмм гоняю, я начинаю прийти гоня. Где-то 3 дня остается, 2 дня остается. Я сразу начинаю гонять. Я не знаю. Я не люблю. Не люблю надеяться. Не сдерживаю их. Еду, еду, нападаю. В форме я же не всегда держу себя в форме. Я иногда сачкую, иногда пропускаю тренировки. Такие моменты бывают. Но это с тренером советую. Совместно решаемся и пропускаем тренировки. Бываю неделю я тренирую. Это отдыхаю после сбора. После прошлого сбора я неделю отдыхал. Чуть-чуть кашлял, поэтому тоже не стал. На тренировку проехал. Неделю отдыхал. Казир вот так. То неделю, то три дня вот так я между сборами отдыхаю. Ну, в любом случае, да. Ход третий, ход первый весь. Всего, что мы лучше знали, что для нас лучше. Поэтому всегда доволен, да. И третьим. И хоть проиграю. Ахамдуля, доволен был. Следующий медаль мне все. Все, что я хотел. Ну, единственное, да. Олимпийский медаль. Это каждый хочет. И в том числе я тоже хочу, допустим. Но буду стараться. Буду все возможные делать, чтобы попасть на алимпиаду или игры, конечно. У меня такое, да. В детстве такое это было. В принципе, было. Если я проиграл кому-то, у меня в следующий раз в игре такая цель была. И поэтому так особо. В начале боя догадывает. Потом уже проходит. И начинаешь готовиться дальше. Опыт приходит годами. Со временем пришло. Я думаю, в этом году очень хороший. Все ребята будут очень хорошо подготовлены, настроены. Все хотят попасть на алимпиаду. В том числе я тоже готов. Я готовился к этому турниру. Потому что уже с этого турнира мы долго рассматривали на Олимпийские игры. Поэтому надо показать на оригинском турнире. И все будут полностью отдавать себя. Седоков, Курбональев, Сабовов. Есть хорошие ребята. Можно сказать, один из самых лучших из своих категорий. Не только в России, но и в мире, можно сказать. Там молодые ребята тоже есть. То же самое вот Хаби Магомедово. Потом Сучкова неплохо. Там Бижой хороший. Розенбек Джамабо будет очень хороший, молодой. Но я думаю, в дальнейшем он покажет себя. Если не сейчас, конечно. Сейчас травма у него, но я не знаю, как он чувствует себя. Но он тоже будет бороться. Посмотрим, да. Тоже может стрельнуть. Это я не знаю. Пока тяжело об этом говорить. Пока не знаю. Шансы у всех есть. Я думаю, равные шансы у всех. Но единственное, у Седокова, мне кажется, больше шансов. Потому что он двукратный чемпион мира, 10 чемпион мира. Поэтому у него больше шансов. А у Астанеха, я думаю, равные шансы. У Седокова 70-80%, но в основных по 20%. Я думаю, есть шанс попасть на Олимпийские игры. Потому что в этом месте борются 5 или 6 чемпионов мира. Правильно подойти к турнирам. Я думаю, это самое главное, да. Все остальное мы уже сделали, можно сказать. Если неправильно подойти, там бывает и вялый, бывает. Состояние такое. Настроиться не можешь. Ночью заснуть не можешь перестанет. Если правильно пойти, уверенно чувствую себя. И как-то без разницы бывает с ним бороться. Конечно, плохо, но Олимпиада 4 года 1 раз. У многих спортсменов, можно сказать, это последний шанс. Поэтому я считаю, лучше бороться под нейтральным флагом. Если не под российский флагом, хотя и под микронную флагом надо выступить. Чтобы потом не жалеть, да. Вот это последний, можно сказать, цикл. Например, меня может последний цикл. Может, я еще дальше поборюсь, если выйдете. Посмотрим, видно будет. Жизнь покажет. А тот человек, который прошел эту спортивную жизнь, мне кажется, не скажет, что не надо бороться. Я так думаю, да. Потому что человек в детстве мечтает об этом, да. И бах! И у тебя есть возможность. И говорят тебе не надо бороться. Я не знаю, как это можно представить себе. Сейчас рассчитывается на Дувае. А раньше, я не знаю даже. Мне было сердце этим нравилось. Нравилось, если честно, всегда. Его борьба, его стиль, да. Махач Муку Залю нравился, да. Все равно, вот это их противостояние. Всегда нужно, вечно нужно смотреть на их противостояние. Все разы они боролись, я не знаю. Я сейчас тоже могу целый день смотреть несладко. Настолько интересно, да. Если честно, я все отдам, чтобы выиграть в Олимпиаде. Потому что это... От этого зависит моя, как бы, карьера. От попасть на Олимпиаду. Все там, там уже видно будет. Если я выиграю, там дальше надо уже не проигрывать, а пройти. Если проиграю, уже можно там рукой махнуть. Я так думаю, не знаю. Посмотрим. Дай Аллах, конечно, чтобы попал. Дай Аллах, конечно, чтобы попал. Не знаю. Дай Аллах Дай Аллах Субтитры создавал DimaTorzok